Эля, а знаешь ли ты, что однажды сын Раба стал одним из самых выдающихся и влиятельных людей Древнего Египта? Подожди, дедушка, о чём ты говоришь? О, это очень интересная история! Фараон Тутмос I очень ждал наследника, но родилась дочь Девочка росла очень красивой и умной Когда ей исполнилось 13 лет, купаясь на берегу Нила, она услышала плач ребёнка Девочка увидела в камышах корзинку с младенцем Она забрала малыша во дворец и упросила отца оставить его себе Фараон догадывался, что это ребёнок рабов Но снисходительно отнёсся к просьбе любимой дочери Сначала Хадшипсут играла с младенцем как с игрушкой Потом приняла его как младшего брата и назвала его Сининмут А когда она стала старше, она полюбила его как родного сына И дала ему самое лучшее египетское образование Постепенное восхождение Сининмута к власти началось во время правления отца Хадшипсут Тутмоса I И было связано с победой в военной кампании против эфиопов Когда Хадшипсут сама стала фараоном Она наделила этого изначально нецарственного человека почти 90 титулами В том числе наследным коронованным принцем Египта Главой всех людей и повелителем всех земель Должности Сининмута включали Главный управляющий всеми делами фараона Доверенное лицо фараона Тайный советник правой руки Главный управляющий принцессой Нефруре Дочери Хадшипсут Сининмут также был архитектором Руководившим строительством грандиозного погребального комплекса Хадшипсут Этот комплекс известен своими архитектурными пропорциями и совершенством И остается одним из настоящих чудес древнего мира Но вдруг на пике своей славы в возрасте 40 лет Сининмут бесследно исчезает В египетских летописях больше нет о нем никаких упоминаний А его гробница так и осталась пустой А еще через 40 лет Следующий фараон начинает настойчиво уничтожать Всякую память о Сининмуте и Хадшипсут Он стирает изображение Хадшипсут Тем самым проклиная и лишая ее вечной жизни по египетским верованиям Что же так разозлило фараона? Куда исчез Сининмут? И в чем виновата Хадшипсут? Продолжение следует...